Итак, мы связали двери главной линии. Допустим, это регланная линия нашего переда, это регланная линия рукава. И теперь мы будем трикотажным швом соединять вот в этом месте. Я вам покажу на видео. Я сейчас буду соединять две детали вертикальным швом встык. У нас есть две детали и я буду соединять эти детали вертикальным швом встык. Он применяется для сшивания связанных деталей изделий по линиям реглана, боковым линиям и других и другими линиями. Есть еще соединительный вертикальный шов, но он этот более прочный, но несколько грубее получается. Итак, мы вводим нить в промежуток между крайними и первым петельным столбиком или в середину любого петельного столбика от края. То есть, вот у нас получается первый, первая петля и вот здесь у нас вторая петля. И между ними находится ниточка. Если иголкой подтянуть, вот будет первая нить и вот дальше рядышком вторая, дальше одна нить и следующая вторая. Вот нужно захватывать каждую нитку. Не через одну, то будет стягивать, а именно за каждую нить. Я взяла другую нитку, чтобы было видно хорошо, контрастно. Вы, в принципе, можете, вы, конечно, будете сшивать родной ниткой. Хорошо, когда нити расслаиваются и можно соединять более тонкой нитью. Ну, смотрите, чтобы нитка не рвалась. Если нитка плохо скручена и рвется, то, конечно, лучше ее не расслаивать. Итак, я ввожу иглу и нахожу здесь одну нить, захватывая между первой и второй петлей. Я оставляю вот этот завязанный хвостик, потом я его распускаю и заправлю в шов, так как узлов нам делать не нужно. И таким же образом я нахожу здесь нить, ввожу спицу, ввожу иглу и дальше очень хорошо, удобно, там, откуда у нас выходила нить, мы сюда же вкалываем нашу иглу и протягиваем. Дальше, туда же, где мы вкалывали и нащупываем одну нитку и протягиваем. Так и протягиваем. Можно даже вначале сильно не стягивать. А потом, когда вы подтянете, у вас этот шов закроется и хорошо не будет его видно. Таким образом, вышиваете до конца. Следите, чтобы у вас убавки были друг напротив друга равномерно. Тогда вы не собьетесь. Но иногда бывает, что не там введешь иглу и бывает, что можно пропустить где-то какую-то нить. Поэтому следите, чтобы ваши вот эти убавки, где у нас идет регланная линия, были вот прямо напротив друг друга, чтобы они не сдвигались, не косили. То есть не пропускайте петли. Вот у нас такой получается достаточно плотный, но у меня нитка контрастная, поэтому, конечно, ее видно. А если вы будете своя нитка сшивать, будет лучше. Плотный, хороший шов, аккуратный. И вот у нас регланная линия практически получается, как будто бы мы не сшивали, а вязали по кругу. И вот так она будет выглядеть на изнаночной стороне. Эту нить, конечно, мы заправляем, потом аккуратненько при помощи иглы мы заправляем в этот шов.